В городской области осудили действия хулиганов в поселках Жана-Азен и Щетпе. На митинги по всему региону вышло около 30 тысяч человек. Одно из собраний прошло в здании нового недиплавильного завода. Большинство рабочих пришли сюда после окончания дневной снеды. Коллектив Кацинка осудил действия хулиганов и грабителей, которые в праздничные дни орудовали в Жана-Азене и Щетпе. По мнению простых металлургов, трудовым спором воспользовались криминальные элементы. Ошибка местных профсоюзов в том, что они вовремя не смогли объяснить нефтяникам разумные способы отстаивания своих прав. Акция в поддержку политики президента прошла и на Ульбинском металлургическом заводе. Работники одного из самых высокоиндустриальных производств Казахстана одобрили политику главы государства, направленную на индустриализацию экономики и дальнейший рост благосостояния всех казахстанцев. Мы решительно осуждаем эти действия. Мир, единство и согласие – это те фундаментальные ценности, при помощи конторы динамично развивается наш Казахстан. И мы должны бережно относиться к этим ценностям. Я, как юрист, как председатель профсоюзного комитета ТО КАСЦИН, совершенно четко представляю себе и понимаю, что любые трудовые споры, любые конфликтные ситуации, они должны рассматриваться в рамках законодательства, о чем гласит статья 24 Конституции Республики Казахстан. Особенно обидно, что все это происходило в дни празднования 20-летия независимости Казахстана, когда подводились итоги пройденного пути. В Казахстане достигнуты большие успехи всего. Развивается экономика, работают фабрики и заводы, получают своевременную зарплату, пенсии, социальные пособия. И вот в эти дни нашлись люди, которые все это хотят перевернуть. Единство, согласие, солидарность. Вот те три направления, по которым мы должны жить. И тогда Казахстан будет идти вперед. И о том, что происходит...